всем привет вы на канале рогандар news самый популярный у нас западный военный эксперт отставной морпек скотт риттер проехался по 12 российским городам что же его восхитило и что еще удивляет видавших виды иностранцев россии 61-летний американский военный эксперт и бывший разведчик скотт риттер устроил по россии большое турне он проехал дюжину российских городов и посмотрел как и чем живет большая страна которую в западном мире принято наделять нелестными эпитетами введенная шокировала американца но совсем не том смысле на который рассчитывает иностранная пропаганда бывший офицер разведки американской морской пехоты риттер известен как критик внешней политики сша начала кризиса он множество раз высказывал симпатии к россии и заявлял о силе российской экономики за время работы в стране американец изменил свое отношение к русским и теперь решил показать что наши народы способны дружить поездку по россии вместе со своей дочерью виктории он отправился чтобы отснять материал для большого документального фильма под названием видение мира это майское турне можно назвать удивительные приключения американцев россии своими впечатлениями от поездки скотт восторженно поделился с коллегами журналистами в интервью эндрю наполитана на канале джудинг фридом он заявил что был поражен высоким уровнем комфорта в российских городах американец отметил бурное развитие сферы услуг и айти которая он никак не ожидал встретить здесь больше всего восхитил сервис каршеринга у них в любом месте можно арендовать автомобиль припаркованный буквально на обочине представьте что вам позвонила мама позвала вас на ужин вы подходите к одной из таких машин снимайте блокировку с помощью телефона и едете у них такое везде поделился в эфире изумленный американец он отметил чтобы большому счету россия страна цифровых технологий в ответ его собеседник парировал что в нью-йорке есть похожая услуга правда там на прокат можно взять только мотоциклы в итоге ведущему пришлось согласиться с гостем что увиденная в россии картина поразительно в эфире другого канала скотт назвал свою поездку по россии колоссальной донести эту мысль до его соотечественников непросто так как в американских сми его новый проект никак не освещался между нами сейчас много недопонимания путаницы страха которая происходит от неведения и чем больше мы будем друг друга узнавать тем меньше будет страха и больше шансов на дружбу печальный факт в том что американцы думают россии как о какой-то сущности а конкретно о владимире путине мы сами слепили его образ будто злодея из мультфильмов и в результате считаем что все русские такие же в иркутск риттер прибыл с презентации книги гонка разоружения прием был организован в лучших сибирских традициях я и моя дочь вика давно мечтали там побывать мы были в музеях опере монастырях я даже был в бане где меня били вениками все это было незабываемо русские бы сказали умопомрачительно вот что я сейчас чувствую не менее яркие впечатления американец получил и в чечне он отметил что республика полностью восстановилась а чеченцы сегодня являются патриотами россии увиденное в грозном его поразило в 2002 году этот город считался самым разрушенным в мире сейчас это небоскребы в стиле лас-вегаса огни вспышки прекрасные бульвары и христиане и мусульмане мирно живут бок о бок он рассказал что в чечне его дочь едва не вышла замуж там было столько парней что гости была обескуражена оказанным ей вниманием это были одни из самых странных дней моей жизни поделилась с отцом виктория в чечне их визит курировал глава республики рамзан кадыров гости побывали в университете спецназа и на построении полка полиции специального назначения ахмат попробовали национальную кухню посетили матч футбольного клуба ахмат продолжим после небольшой информации ух уж эти ваши яблоки другое дело наши родные тюменские беспроводные наушники от российского бренда кейс гуру обещали бессмертный кейс cg под x ранее наступай прыгай не царапинки кейс сделан из авиационного алюминия и выдерживает 220 кило в три раза крепче и яблочного пластика можно даже мочить сибиряк и не такой видал все выдержит влагозащиты нет даже у дорогих буржуйских ауси джи под из тюмени есть доминантное шумоподавление напрочь отсекает внешние шумы сиджи под allure новейшая модель микрофон с шумоподавлением и кристально чистым звуком во время разговора в отличие от всех других дорогих аналогов вы можете выбрать наушники из пяти цветов цена бомба в четыре раза дешевле apple потому что нет накруток за бренд никаких наценок только честные прямые онлайн-продажи и честная справедливая цена от производителя не ремонт а сразу замена на новые сиджи под своих не бросает выбирай и заказывай сиджи под по ссылке в описании также промокод на скидку 200 рублей или сканирую qr-код на экране спасибо за внимание а мы продолжаем свое большое турне риттер назвал грандиозным событием и новым открытием россии от целях своего визита он высказался однозначно во первых самому узнать россию и русских людей а во вторых поделиться этими знаниями со своими соотечественниками еще один американец джастас уолтер стал российским фермером и считает лучшим штатом на свете алтай в россии он оказался вместе с родителями миссионерами да так и прижился в 2009 году женился на русской девушки купил коней ос баранов поселился в селе степном и занялся сыроварением в россии его прозвали веселым молочником за задорный смех говорит что за 20 лет жизни в россии ни разу не пожалел что не вернулся с родителями в америку например в россии можно спокойно иметь 10 коров взять справку от ветеринара и продавать молоко а в сша можно иметь только четыре коровы но если ты вдруг решишь продавать это молоко придется пройти проверки такие же как крупнейшие компании нельзя в америке пойти к соседу в деревне и купить молоко россия в несколько раз свободнее чем сша поделился уолтер американский путешественник гаррет леонард пробыл в россии месяц более десяти лет он ездил по миру и в каждой стране пытался увидеть жизнь глазами местного населения россию американец и сколесил от сан-кленинбурга до русско-корейской границы перед своими подписчиками ему после этого пришлось покаяться стыдно но мое мнение россии формировалась по фильмам и новостям я думал небо будет серое меня взломают хакеры русский буду постоянно пить водку и стрелять из автоматов эта страна взорвала мой мозг города полны молодежи песен и красивейшие архитектуры также в соцсетях сегодня масса свежих роликов иностранцев восхищенных россии после чемпионата мира по футболу под миллион просмотров набрала видео отца и сына из великобритании они проехали несколько городов и сняли фильм восхищались тем что на улицах нет полиции а народ дружелюбен удивляя сценам на такси и на пиво в пабах они в десять раз ниже два друга респектабельный американец майк и англичанин джон в этом году снимает видео из москвы ходят по старинным улицам и современным фастфудом пробуют еду и напитки и постоянно всем восхищаются а смешной толстяк рассел из австралии второй год снимает супермаркеты в россии его видя смотрят по всему миру и удивляются полным полком стране находящийся под самыми жестокими санкциями в мире ну и в заключении в любом процессе есть факторы случайные а есть закономерные и всегда очень важно не путать их друг с другом например если уходят из дома вы оставляете открытой дверь и вас не ограбили то это фактор случайный а вот когда вас из-за этого грабят это как раз и будет закономерным фактором то же самое и международной торговли все эти разговоры про выживших европейцев без российского газа это действие случайных факторов а вот падение производства и рост цен на газ это уже абсолютная закономерность но здесь мы подходим ко второй части нормальный человек как раз тем и отличается от тех кого принято у нас называть словом ох что строит свои действия на закономерном а вот лохи наоборот надеются исключительно на случайность так что происходящее в европе это нормальный процесс когда жизнь а так происходит всегда наказывает лоха за его глупость и еще совсем недавно не было предела радости у наших врагов по поводу падения цен на газ фи с самое забавное что подавалось это под лозунгом мы победили россию правда победа какая-то странная очень тяжело понять в чем она заключалась если покупая газ по 160 долларов стали покупать его по полторы тысячи да еще и на 20 процентов меньше чем нужно видимо бомб живущим на мусорке с таким же успехом может кричать про свою победу над ненавистным жкх алкоголик гордиться победы над своей печенью я уже писал про реальные причины такой победы с и предсказывал чем она закончится но честно сказать я не думал что эта победа будет такой короткой все-таки можно было предположить что плавно переходить в поражение она начнет где-то в июле-августе но видимо там все намного хуже чем мы можем себе представить хотя с другой стороны все развивается в полном соответствии с известной методической развода лохов суть которой в том что нельзя отдавать лоху время задуматься его надо доить как говорилось в известном фильме не отходя от кассы пока есть что доить и видимо такой подход и потребовал существенно сократить период победы над россией как результат цены на газ вес с начала июня начали стремительно расти сейчас они уже выросли на 40 процентов а только за 9 июня за один день на 20 процентов теперь вместо примерно 260 долларов за газ он стоит 365 но это еще и не все фьючерсы на зимнюю поставку уже сейчас торгуются на уровне 500 евро как понимаете это говорит о том что в низкие цены на газ этой зимой не верит никто и судя по нынешним ценам фьючерсов она предполагается на довольно высоком уровне я предупреждал любителей радоваться что биржевые спекулянты это не те ребята которые забудут про убытки они их просто компенсируют чуть позже это позже постепенно наступает а тут еще и действия россии ирана катара и туркмении вы только представьте до чего додумались хотят создать аналог опек только газовой ну совсем страх потеряли мало того что кошмарит нефть у дедушку байдена не давая ему свои хранилища даже не заполнить а хотя бы просто перестать расходовать так теперь еще и решили контролировать удобную для себя цену на газ а кто же будет западных спекулянтов кормить ответ правильный европейские лохи ведь они могут покупать только правильный газ а созданием газового аналога опек и за участие в нем россии неправильным станет весь газ единственный способ его очистки это прогнать его через заботливые руки спекулянтов либо покупать его только у сша вообще этот остальной мир от рук отбился так и норовят от гемона избавиться а что тому делать кроме когда и тех кто до сих пор гордится статусом лох так что тут бизнес и ничего личного а эти не западные наглецы мало того организовывают свои клубы так еще и начали работу по открытию своих торговых площадок на свои ресурсы и хорошего от этого для запада вообще ничего нет боюсь что в эти клубы запад фейс контроль не пройдет но есть у наших прозападников хороший повод для очередной победы ведь россия врет что европа на зло ей обмораживает уши это наглая ложь именно уши им обмораживать никто не позволит ведь куда тогда лапшу вешать друзья youtube скоро может покинуть нас и чтобы вы не потеряли нас мы создали для вас канал на ротюбе где будут в том числе видео который невозможно публиковать на этой площадке кроме того вы можете найти нас на дзен каналах на одном будут привычные вам видео на другом текстовой формат и конечно не забывайте наш телеграм-канал где каждый день выходит все самое оперативное интересное подписывайтесь и оставайтесь с нами на связи все ссылки в описании к видео